Всех приветствую на своем канале. Сегодня речь пойдет о спаривании шиншилл. Итак, познакомьтесь с моими шиншиллками. Это парочка. Стандартный Борис и Багира. Темная Эбони, носитель фиолета, сапфира и ангоры. Мальчику нашему 3 года, а девочке 1 год. На канале есть видео о саживании этой парочки. Они очень быстро и удачно сели. Спустя некоторое время у них началось спаривание. Спаривание происходит только во время течки у самочки. Течка примерно длится 3-4 дня. У всех по-разному. Самочка решает сама, в какой момент нужно спариваться. И в подходящий для нее момент она просто-напросто не будет подпускать самца к себе. Самец при ухаживании начинает издавать своеобразные звуки, попискивания. Еще самец может вмести хвостиком. Это тоже знаки внимания. После каждого спаривания самец и самочка вычищают свои половые органы. Лично по моим наблюдениям, спаривание проходит в течение одной ночи. В период течки в шуршилу желательно не купать. После полового акта у самочки должна выйти пробка, которая показывает, что было спарено. Выход пробки не означает стопроцентная беременность и не говорит о том, что шуршилла точно забеременела. Поэтому в дальнейшем следует взвешивать шуршилу и следите ее весом. Отсчитываем 110-115 дней и это получается приблизительная дата родов шуршилы. Шуршилы прилично начинают прибавлять в весе только во второй половине беременности. Ну и вес, конечно же, зависит от количества потомства. Я наблюдала у одной своей парочки спаривание. То есть спаривание было, но беременности потомства я так и не дождалась от этой пары. Поэтому спаривание не всегда показатель беременности. Может быть, неопытный самец, и поэтому спаривание прошло впустую. Будем надеяться на эту пару и ждать потомства. Борька у нас уже развязан, поэтому надеемся, что будут малыши. У нас уже есть беременная мамочка. В следующих видео вы увидите роды и понаблюдаете за маленькими шуршилятами. Ну а на этом я заканчиваю. Надеюсь, вам интересно было послушать и понаблюдать за шуршилками. И всем до новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok